Здравствуйте, уважаемые коллеги! Да, масштаб, который сейчас прозвучал, впечатляет. И, честно говоря, есть определенная надежда, что все-таки мы пойдем своим путем. То, что давно ожидалось, и я думаю, что все те направления, которые сейчас прозвучали, они действительно актуальны и необходимы. Вплоть до учета урожайности, но вот здесь бы я хотела предложить сотрудничество, потому что просто так снижать дозу удобрений на тех полях, где низкая урожайность, это не совсем правильно. К сожалению, этот тренд присутствует, и многие фирмы, которые оказывают консалтинговые услуги, идут по этому пути, потому что он на поверхности. И они, по сути дела, снимают сливки. На самом деле все довольно сложно, поэтому я предлагаю более глубоко относиться к этому вопросу и начать работу такую более фундаментальную и базовую. И тогда все получится. А то, что это необходимо делать, да, это веление времени. Но велением времени является и следующий вопрос, с которым мы сейчас сталкиваемся. Здесь нет такого сверхъестественного оборудования, здесь нет электроники, здесь нет дорогих приборов. Но на данный момент для того, чтобы принять решение агрономы о проведении любых своих действий, что касается проведения агротехнических приемов, спашка, культивация, посев, подкормки, особенно сейчас, когда у нас огромное количество влаги, нам нужно знать, сколько влаги в почве. Да, есть электронные устройства, есть датчики, которых сейчас очень много в интернете. Но дело в том, что эти датчики решают свои задачи. В основном они дензометрические датчики, и они используются для того, чтобы регулировать полив. Для этих целей датчики действительно есть. А вот для того, чтобы оценить запас продуктивной влаги в метровую толщу, для того, чтобы рассчитать именно процентное содержание влаги. К сожалению, пока таких датчиков нет. Но задача определения влажности есть. Поэтому я предлагаю привести определенные инвестиции. Потому что те инвестиции, о которых я говорю, они не столь масштабны, а то, что сейчас звучало. Значит, очень простой метод определения, весовой метод определения влаги, его никто не отменял. В настоящее время это самый точный метод. И самое главное, что он не требует особых затрат. То есть обязательно проведение от бора до глубины одного метра. И нужно необходимое оборудование. Что это за оборудование? Это бора. Да, есть разные модификации бора. Но самое главное, чтобы было возможности вот именно такой конфигурации, я называю ее ласточкой. Потому что в этом случае бур бурится легко на всех типах почвы с разным кромолометрическим составом. Но могут быть и другие конфигурации в интернете, вы их найдете. Стоимость такого бура, он самодельный, его можно сделать самостоятельно. Но где-то в пределах пяти, семи, восьми, может быть, десяти тысяч, не больше. Предлагается в интернете буры с очень большой стоимостью. Но, скорее всего, что это просто маркетинговый ход. Действительно, это пока физическая нагрузка. Есть приспособления и автоматические буры. Кто-то этим пользуется, приспосабливая просто дрель или еще какое-то оборудование, которое могло бы способствовать вращению. Но ту задачу, которую я сейчас предлагаю, можно решить и этим буром. Дальше. Нужны бюксы. Алюминиевые бюксы. Размеры этих бюксов, может быть, разные. Они, эти бюксы, продаются в интернете. Вот здесь я нашла стоимость этих бюксов. Самое главное, чтобы они были одинаковые. И у вас был точный вес этих бюксов. Да, есть определенная стандартизация, мы этим пользуемся. Но на самом деле, здесь уже вы выбираете определенный объем бюксов. Но, опять же, они не должны быть очень маленькие. Они должны соответствовать, ну, высота где-то около 2 сантиметров. Это 20 миллиметров. И вот цена этих бюксов, да, на первый взгляд, в общем-то, вроде бы дорого. Потому что получается, что 10 бюксов у вас получается 1000 рублей, 360 рублей. Но это разовое приобретение, и которое будет работать дальше. Следующее оборудование, которое вам нужно, это весы лабораторные. В чем принцип выбора этих весов? Во-первых, они должны иметь максимальное взвешивание до 300 граммов. Потому что бюкс почвы может быть весит 100, 120, 150 граммов, но не больше. Дальше. Эти весы должны быть не очень точными. То есть они определяют максимум до второго знака, не до четвертого знака. Это, по сути дела, технические весы. И они тоже стоят не очень дорого. Модификации очень много в интернете, но вот эти вот характеристики, которые я сказала, они как раз-таки понижают стоимость этого оборудования. Следующий прибор, который нам необходим, это сушильный шкаф. Тоже. Здесь есть определенные требования. Если вы покупаете сушильный шкаф с большим объемом, 100 литров, то действительно он будет стоить дорого. Но так как вы определяете, у вас есть определенный объем бюксов, и у вас есть определенное количество скважин, которые вы можете делать за день. Это 6 скважин, 7 скважин, не больше. Это получается 60, ну пусть даже 100 бюксов у вас будет. Поэтому эти 100 бюксов вы можете разместить в довольно компактных сушильных шкафах. Вот в данном случае здесь сушильный шкаф на 40 литров, и стоимость этого шкафа чуть больше 45 тысяч рублей. Следующий важный момент, это расчет запасов продуктивной влаги. И здесь я рекомендую использовать книгу Евгения Васильевича Агафонова «Октомизация питания и удобрений культуры полевого всеоборота на карбонатных черноземах». Почему? Потому что в свое время он провел эксперименты, и для всех подтипов почв именно Ростовской области предложил вот эти вот значения констант по объемному весу, по влажности заведания, без которых вот эта влажность, которую вы определили, 38, 32, 30 процентов, или то, что вам даст датчик в определении, они ни о чем не будут вам говорить, если вы не пересчитаете это все на запас продуктивной влаги. То есть должен быть определенный, скорее всего, компьютер, в котором вы можете это все рассчитывать. Но сейчас компьютерам никого не удивишь. Эти расчеты можно провести в обычной экселевской программе, поэтому тоже определенных сложностей нет. Имея вот такое оборудование, по сути дела, вы самостоятельны. Вы можете провести отбор влаги, определить содержание, рассчитать доступную влагу, и уже у вас есть инструмент для принятия решений. Вы видели, что стоимость оборудования не очень большая. Вы можете уложиться в пределах там 100 тысяч. Но это разовая покупка, и она окупится у вас сразу же в этот же сезон. Поэтому я и считаю, что это вот те короткие инвестиции, которые, во-первых, помогают собрать информацию для принятия управленческих решений, которые уже дальше дадут вам возможности сохранить урожай, или, наоборот, стабилизировать или повысить этот урожай. Вот такое предложение у меня есть именно по коротким инвестициям для сельхозтоваропроизводителей. Спасибо большое. Ольга Юрьевна, спасибо. А вот много влаги – это сколько? И алгоритм действий агронома в этой ситуации? Ну, вчера было кустовое совещание, и у меня там был один слайд, в котором я говорила, почему в этом году не стоит в первую подкормку давать очень большие, высокие дозы аммиачной селитры. Потому что у нас в некоторых районах до глубины 80 и даже 1 метра существует гравитационная влага. Как мы это оцениваем? Мы оцениваем по запасам влаги в метровой толще и сравниваем этот запас со значением наименьшей влагоемкости для суглинистых почв. В метровой толще наименьшая влагоемкость для суглинистых почв составляет где-то от 170 до 190 мм в метровой толще. Если вы проанализировали запас влаги, и он у вас больше 200 мм, это значит, что в пределах всей грунтовой толщи до метра у вас присутствует гравитационная влага по крупным, по мелким порам. Да, есть поры тупиковые, где влага не попадет. Но вот это вот сквозное соединение всех пор насыщено влагой, которая взаимосвязана между собой. По сути дела, вы получаете сосуд, который наполнен водой. Да, он представлен в виде различных трещин, имеет разную конфигурацию, но это единый сосуд. И если в этот сосуд попадает аммиачная селитра, она, естественно, растворяется по всему объему этого сосуда. Поэтому я и говорила, в этом случае мы, во-первых, ждем определенного подсыхания. Почему? Потому что влага все равно стекает. И в почве, в метровой толще останется только подвешенная влага, которая дальше будет подниматься при нарастании температуры. И второй важный момент. Это мы обязательно приурачиваем к активному уже развитию растений. То есть, когда у нас активно заработает корневая система, и даже тот азот, который внизу, он будет использоваться корневой системой растений. Говорить о том, что у нас азот поднимается, и он никуда не уйдет, он поднимется. Да, если мы говорим о глубине 60 сантиметров, здесь возможна активизация микробиологических процессов, здесь у нас большая насыщенность кислородом. И при стекании гравитационной влаги мы можем рассчитывать, ну, по крайней мере, может быть, на 25 всего процентов потерь. И об этом все говорят. Вот когда говорят о потере азота, они связаны в основном с тем, когда азот уходит именно на определенную глубину. Если же азот ушел на глубину 80 сантиметров и глубже, то в этом случае, поднимая сверх, азот сталкивается с различными процессами, которые связаны с трансформацией. Та же самая демитрификация, пор это насыщенный водой у нас восстановительные условия, а при демитрификации у нас идет переход азота в оксидную форму, и азот переключивается. Поэтому возможности потерь при поднятии азота с глубины значительно больше. И вот это тоже фактор, который нужно учитывать. То есть в данном случае мы можем не получить эффект от той подкормки, которую мы провели, из-за того, что произошла миграция азота, и растение не сможет полноценно взять весь азот, который мы дали. Вопросы есть к Ольге Георгиевне? Нету. Интересно. Ладно. Ольга Георгиевна, спасибо.